Привет, ребят! Берем интервью с человеком, на глазах у которого творится красота. Человек, который видит, как одеваются косплееры, как они помогают нам сделать Игромир намного лучше. Все у вас. Итак, привет! Всем привет! Слушай, скажи, пожалуйста, как, в принципе, проходит отбор косплееров на мероприятия? Ну, смотри, с самого начала мы принимаем заявки, то бишь, ребята каждый год отправляют за месяц до Игромира заявки. Мы их обрабатываем, соответственно, подается около полутора тысяч примерно, даже вот в этом году было чуть больше. Мы отбираем, соответственно, только 300 человек, которые будут аккредитованы на выставку. И, соответственно, они подают заявки, мы их, грубо говоря, проходит отбор. Слушай, а вот есть такие косплееры, которые как-то, они популярные, они известные, а есть ребята, которые менее известные. И косплеерам поизвестнее делаются какие-то поблажки или... Никаких поблажек, все идут в равных условиях, то есть мы смотрим только именно на качество костюма. То есть если люди считают, что их сил недостаточно, то они могут не прислать заявку. Но на самом деле не надо ничего бояться, даже простые, но очень хорошо сделанные и узнаваемые образы, они всегда очень в цене. То есть мы готовы брать даже простые костюмы, но если они будут очень эффектными. То есть, условно говоря, если вон тот парень сделает потрясающий косплей, точнее, потрясающий костюм, докажет, что именно это его творение, то он сможет стать одним из 300? На самом деле нам даже не важно, он ли это сделал своими руками. То есть главное именно наличие самого костюма. А так, да, любой абсолютно человек, приславший заявку вовремя и правильно оформленную, с хорошими фотографиями, да, он может пройти. А почему вот, ты сказал 300 человек, почему именно такое число? Почему не больше, может меньше? На самом деле это число как-то получилось исторически, потому что, ну, гримерка не очень большая, и она вмещает в себя как раз 250 косплееров плюс их помощников. Ну, как раз сложилось так, что именно 300 человек. Ну и плюс у нас есть негласная квота от Игромира о том, что, ну, именно только 300 человек могут пройти отбор. Слушай, скажи, пожалуйста, а как проходит вообще косплей-дефиле? То есть вот поэтапно? Поэтапно, именно дефиле. Да, то есть вот, как скажем, от начала, грубо говоря, задумки и до того, как им уже рукоплечь. То есть, смотри, самый простой, ну, как, самый простой и классный вариант. Ты приходишь утром, переодеваешься, дожидаешься время, соответственно, когда будет дефиле. Мы собираем всех за сценой. Дальше они выбирают, именно сами косплееры выбирают, как они будут идти, то есть кто с кем. Они могут даже мультивселенную сделать. То есть, например, Marvel против DC. То есть мы, а Дэймам, абсолютно свободовольны. Арчи и Рико Морти, да, условно. Абсолютно, кто угодно. То есть вот, ну, действительно, кто угодно может участвовать, с кем он хочет. Потому что если они придумали классный выход, мы не ограничиваем их. Они выходят на сцену, у них есть общий трек, они, соответственно, делают какой-то перформанс на сцене и уходят за сцену. Ну, блин, звучит очень здорово. Слушай, и расскажи, какие вообще были, вот, сколько ты уже работаешь, в принципе? Насколько я помню, самый первый бейдж у меня 11-го года, как организаторский. То бишь, как раз, когда они переехали в Крокус, ну, в смысле Игра Мира. Они с ВДНХ переехали. Вот первый год мы еще были как косплееры, потом к нам пришли организаторы, и они сказали мысль, что они хотят как-то упорядочить вот именно косплееров. Ну, организовать, да? Да, они именно хотят как-то организовать, потому что тогда была система очень ужасная, потому что ты приходишь на выставку, показываешь билет, показываешь костюм, и тебя пускают в гримерку. То есть туда мог зайти, в принципе, любых желающих, и как-то это не устраивало. То есть можно было даже, грубо говоря, купить маску в магазине, зайти и сказать «Здрасте, я косплеер». Да, да. Ужас. Там совершенно это было никак не регламент, то есть регламента никакого не было, и это было именно вот, ну, это было ужасно. И вот с 2011 года уже 8 лет работаешь, и вот расскажи, пожалуйста, какой вот на твоей памяти был вот самый забавный момент, который случился в гримерке? Я не могу вспомнить именно самый забавный, на самом деле, но самый запоминающийся был, это когда фанаты Миши Коллинза нам вынесли стену. Миша Коллинз это из сверхъестественного, да, по-моему, парень? Да, это вот... Вынесли стену как? В смысле, вот у нас были отгородки вот эти вот, да. И вот они своим напором и желанием попасть в соседнюю гримерку выдавили нам стену. Она просто лопнула, и вот, по-моему, пяток фанаток просто ввалились в гримерку, вот, буквально прошли через стену. И что было дальше? Ну, собственно, следствие. Не, ну, там нам потом поставили стальную, ну, стальной забор нам это поставили, и ее сразу же в этот же день, буквально через полчаса восстановили, но крики, вопли, паника была, да. Да, ну, это сейчас смешно, а тогда это был ужас. Да, ну, я просто знаю, как... Это же Миша Коллинз, 13-й год, это нет, это нет. Ладненько, спасибо большое, Ксела, спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо.